Здравствуйте! В прямом эфире телеканала новости в студии Ирина Варава. Смотрите выпуски. В Севастополе так и не появился уполномоченный по правам предпринимателей. Отклонен отчет об исполнении бюджета за прошлый год и создано три согласительные комиссии. Местное законодательное собрание сегодня вышло с каникул. На пленарном заседании губернатор озвучил своих кандидатов в общественную палату. Подробности сессии далее. Сергей Миняйло подписал указ о назначении восьми членов общественной палаты. Председатель законодательного собрания своих кандидатов пока не называет. Напомним, всего в общественную палату Севастополя войдет 24 человека. По восемь. От законодательной и исполнительной ветвей власти остальных определят уже назначенные общественники. Сейчас правительство подыскивает помещение для вновь созданного органа. От законодательного собрания своих кандидатов в общественной палаты. Города Севастополя. От губернатора города Севастополя. Выдашенко Татьяна Семеновна. Гасанов Олег Саметович. Дронова Ольга Аркадьевна. Лаврик Анатолий Иванович. Лившиц Александр Рудольфович. Мамудзинов Инвер Толятович. Протерей Стефан Славчинский. Халаевич Евгений Георгиевич. Первый час работы после каникул депутаты энергично создавали согласовательные комиссии. Их учреждено три по количеству законов, ветированных губернатором в прошлом политическом сезоне. Теперь народные избранники будут вместе с правительством разрабатывать новые редакции. Речь идет о законе регулирования земельных отношений, об имущественной казне и уполномоченном по правам ребенка. Решение озвучат 15 октября и 1 ноября. А вот уполномоченный по правам предпринимателей в городе так и не появился. Этот проект тоже в свое время ветирован, однако сегодня комиссию решили не создавать, а голосовать. Точнее большинство опять отклонить, несмотря на все доводы. Изначально закон в первом чтении был, что назначает губернатор. В итоге закон получился следующим. Статья, согласно статье 3 закона, уполномоченным назначается на должность губернатором города Севастополя сроком на 5 лет по согласованию с уполномоченным предпрезидентом Российской Федерации по защите прав предпринимателей. То есть назначает губернатора по согласованию, а первого назначает законодательное собрание. Поэтому я настаиваю на своем проекте закона. Рекомендовать законодательному собранию принять закон с учетом предложения губернатора города Севастополя. В связи с этим, что профильный комитет поддерживает наложение вета и просит депутатский корпус без создания согласительной комиссии поддержать редакцию закона, который предложил Сергей Иванович Миняев. За 11 против 8 раздержались 4 решения, не принято. Во втором чтении практически единогласно принят закон о правовых актах Севастополя. А заслушав отчет об исполнении бюджета за прошлый год, депутатский корпус снял этот вопрос с повестки дня. Анна Малышко, Максим Трофимов, информационный канал Севастополя. Блокада Крыма и Севастополя как средство давления абсолютно бессмысленна и бесполезна. Губернатор Севастополя на пресс-конференции прокомментировал продуктовую изоляцию полуострова со стороны материковой Украины. Сергей Миняев отметил, не по одной из групп товаров регион не зависит от сопредельного государства. Более 70% рынка уже переориентировано на материковую часть страны. В настоящее время налажен товарооборот с Турцией в планах Греции. После визита делегаций из города Каринф ведутся переговоры о поставке в Севастополь товаров народного потребления. При попустительстве руководства или политического руководства сопредельного государства это конечно нонс с одной стороны. С другой стороны мы с вами прекрасно понимаем, что если бы это было в прошлом году, в мае месяце, июне месяце, для нас бы это было сложно. У нас это просто ускорит процесс перехода на так называемое импортозамещение. И активизирует производство своих продуктов питания, товаров народного потребления, как в Севастополе и в Крыму, так и в других субъектах Российской Федерации. Завтра у меня встреча в Минпромторге по этим же вопросам в том числе и еще ряд встреч с представителями крупного сетевого российского бизнеса по вопросам логистики и поставки продовольствия. У въезда на исторический бульвар теперь регулярно дежурят сотрудники ГИБДД. Их цель – своевременно выявлять незаконные передвижения автомобилей и предотвращать возможные нарушения правил дорожного движения. Внимание водителей они обращают на установленный дорожный знак «Движение запрещено». Беспрепятственно въезжать на исторические бульвары имеют право лица, которые проживают или работают в районе данной территории, а также обслуживающий персонал и граждане с ограниченными физическими возможностями на инвалидных колясках. В случае нарушения правил дорожного движения виновный будет привлечен к административной ответственности. Штраф 500 рублей. Правительство Севастополя продолжает борьбу с незаконной торговлей. После вступления в силу закона об административных правонарушениях сотрудники Управления благоустройства Департамента городского хозяйства регулярно проводят мониторинги по выявлению несанкционированных торговых точек. Специалисты напоминают, торговать на территории города разрешается исключительно при наличии необходимой документации. В случае ее отсутствия нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Если таковой документации не имеется, то будет составляться административный протокол по статье 5.11. Незаконное размещение торговых объектов. Участники Севастопольской строительной выставки заключили контракты приблизительно на 600 миллионов рублей. Об этом во вторник, подводя итоги мероприятия «Крым-Юг-России», заявил руководитель проекта Андрей Разин. По его словам, 19 строительных компаний ведут переговоры по вхождению в свободную экономическую зону. Так, например, группа инвесторов предлагает в течение 2-3 месяцев построить дистрибьюторский центр и склад готовой продукции кирпича. Подробности далее. 19 предприятий ведут переговоры о вступлении в Севастопольскую свободную экономическую зону. На пресс-конференции во вторник подвели предварительные итоги выставки «Крым-Юг-России». В минувшие выходные на площадке в Мусоне она собрала 89 компаний. Это строители, дизайнеры и архитекторы со всей страны. Подобный масштабный проект реализован в Севастополе впервые. Организаторы сами того не ожидали. Настала выставка международная. Представители Венгрии и Турции не побоялись европейских санкций и заявили о своей готовности заходить в регион. С учетом того, что вы видите, что сейчас разворачивается кампания против Крыма, не пускают грузы сюда, что Украина практически саботирует полностью остров. Самый главный упор, который делал губернатор и делает по сегодняшний день, это все-таки открывать предприятия здесь, на территории все-таки Севастополя, производить стройматериалы здесь и здесь же использовать их для того, чтобы они приносили именно пользу в строительстве города Севастополя. Приблизительно мы посчитали, значит, на данной выставке предварительных договоров составлено более на 600 миллионов рублей, значит, уже тех предварительных договоров, кто готов вложить уже деньги в Севастополь. Компания «Заборстрой» из Буховещенска в ноябре приступает к строительству производства Севастополя. Завод «Растур-Камень» нашел дилера в Крыму, окупил участие в выставке уже в первый день. Завод «Арбет» производитель ручной мебели, Сергей Иванович уже обратил на нее внимание, ну просто шикарные такие вещи, готовит проект по поручению губернатора. Компания «Техноблок» подает документы на вступление в СССР. Компания «Зочи» подписала 7 контрактов на октовой поставке. Торговый дом «Терраса» в Санкт-Петербург нашли дилеры в Севастополе, подают документы в СССР, будут строить завод в Севастополе. ПФК «Автоматика» заключила более 40 договоров. Каждое предложение, если оно реальное, будет рассмотрено, заверил Сергей Миняйло. Так, например, белгородская компания подготовит для Севастополя варианты городской мебели. Это скамейки, урны и вазоны. Я, встречаясь на выставке с представителями бизнеса других регионов, сказал, что, уважаемые друзья, вот те условия, которые у нас сегодня существуют, это и свободно законно-экономическая зона, это те площадки, которые есть. Если кто-то хочет подробно поговорить, мы открыты, мы готовы к разговору, готовы рассматривать любое предложение. В планах Оргкомитета «Крым-Юг-Россия» создать межрегиональную некоммерческую организацию и постоянно действующую продовольственную выставку, а уже в следующем году провести в Севастополе 12 отраслевых мероприятий. С бюджета города мы не берем ни рубля. Нам самая главная задача – это привезти сюда субъекты Российской Федерации, привезти сюда производителей, помочь нашему малому бизнесу и обеспечить не только продовольствием, строительством, хорошим качеством жилья, а также услуг, но и обеспечить рабочие места. Следующая выставка в рамках проекта «Крым-Юг-Россия» пройдет с 20 по 22 ноября. Заявленная тема – индустрия здоровья и красоты. Акцент будет сделан на сферу импортозамещения в сфере здравоохранения. Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. О том, что такое пенсионный фонд и на какие отчисления следует рассчитывать каждому в старости, рассказали 11-классникам школы номер 22. В рамках всероссийской акции «Единый день пенсионной грамотности» сотрудники фонда рассказали школьникам об их правах и обязанностях. Закон разрешает заключать трудовые договоры с лицами от 16 лет. Поэтому беседа со старшеклассниками так актуальна, говорят специалисты. Полученные знания помогут ребятам избежать ошибок в будущем и обезопасить свой труд. Когда ты находишься в преддверии выхода во взрослую жизнь, безусловно, нужно знать как можно больше, чтобы не сделать ошибок. И это цель нашей информационно-разъяснительной компании, ради которой мы здесь присутствуем. Буквально уже через год с небольшим эти ребята будут вступать в трудовые отношения. Это значит, они станут участниками той солидарной пенсионной системы, которая на сегодняшний день существует в Российской Федерации. Поэтому они должны знать, каким образом уже с первого дня своей трудовой деятельности они могут позаботиться о своей будущей пенсии. Школьники отнеслись к лекции с большой ответственностью, слушали сотрудников пенсионного фонда и задавали вопросы. Для себя ребята вынесли главное. Достойная пенсия зависит от личной ответственности еще в молодости. Нам будут выплачивать зарплату. Из этой зарплаты проценты будут высчитываться в пенсионный фонд. То есть потом, через некоторое время, когда мы уже будем старенькими, нетрудоспособными людьми, так сказать, нам будет выплачиваться эта пенсия, которая засчитывалась за все эти года. Дальше уже взрослая жизнь, учеба, работа. И иногда в университете приходится подрабатывать. То есть, естественно, все вот эти вот ошибки, все нюансы надо знать. Одна из распространенных ошибок, как я считаю, это зарплата в конверте, которая нигде не учитывается в трудовой книжке и, естественно, никак не будет учитываться и в пенсионном фонде. Акция «Единый день пенсионной грамотности» продлится до конца года. Сотрудники ведомства расскажут учащимся школ, техникумов и колледжей о российской пенсионной системе, формуле подсчетов и о правилах формирования будущих выплат. Два кубка за вклад в развитие детского спорта вручили сегодня губернатору Сергею Миняэла. Один как главе субъекта Российской Федерации, другой как президенту Олимпийского совета города. Призы вручили представители Российского союза спортсменов. От организации в наш город приехали 15 человек. Среди них четырехкратная рекордсменка мира, чемпионка планеты по прыжкам в высоту Тамара Быкова, а также золотые медалисты Олимпийских игр Людмила Титова «Конькобежный спорт» и Владимир Козлов «Бобслей». Были подарки и спортивным деятелям Севастополя. Удостоверение членов президиума Олимпийского совета нашего города им вручил губернатор Сергей Миняэла. Документы получили руководители городских спортивных федераций, известные тренеры, в том числе и спортивный комментатор Владимир Мелянский. Торжественное мероприятие провели в рамках автопробега олимпийских чемпионов. Он проходит по маршруту Анапа-Керчь, Феодосия, Ялта-Севастополь. В среду группа олимпийских чемпионов посетит Симферополь. Севастополь принял делегацию олимпийских чемпионов впервые. По городам России подобная акция проходит уже восьмой раз. Мы хотели бы, мы в каждом городе, куда приезжаем, мы хотели бы выразить особую благодарность за поддержку детского спорта. Потому что развивая детский спорт, это означает, мы готовим платформу для формирования нового поколения олимпийцев. Наша команда представляет два города-героя. Город-герой Москву и город-герой Ленинград. В октябре 1941 года, вы знаете, что началась одновременная осада трех этих городов. Поэтому примите в знак глубокой благодарности за то, что вы находитесь в силе, поддерживаете в этих непростых условиях. Чисто по-человечески говорю вам слова благодарности. Вы мужественные люди, вы сильные люди, вы целеустремленные люди. В Севастополе у нас есть все возможности с точки зрения климатических, географических, для развития практически всех видов спорта. Что инфраструктура, та, которая на сегодняшний момент существует, она не отвечает требования, я уже об этом сказал. Но программа есть, и мы эту программу начали реализовывать и будем реализовывать. И нас поддерживают полностью федеральные органы, исполнительные власти. Я докладывал по этим вопросам в правительстве. Президент Российской Федерации нас поддерживает в этом вопросе полностью. Продолжаются игры второго круга чемпионата Севастополя по футболу среди любительских команд. На прошлой неделе провели матчи 14-го тура. Лидер состязания танго со счетом 4-2 взял вверх над Коралл Маф. А вторая команда турнирной таблицы сборной Черноморского флота неожиданно уступила Кампасу 2-3. В свою очередь Камо разгромил футболистов детско-юношеской школы номер 3-7-2. Стрела крупно выиграла у игроков команды Севастополь 99-4-1. Моряки-черноморцы сократили отставание от лидеров танго до двух очков. На третьей строчке остается Камо. От первого места их отделяет 8 баллов. Игры 15-го тура стартуют уже сегодня и завершатся 25 сентября центральным матчем между лидерами чемпионата. Танго встретится со сборной Черноморского флота. Это пока все. О развитии событий узнаете в следующем выпуске новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова